МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире Панорама. Главные новости Приморья. В репортажах корреспондента ФОТОВ мы вещаем из молодежной столицы России. И в студии Владимир Клюшников. Здравствуйте в этом выпуске. Скоро на уроке во Владивостоке проверили ход строительства школы в микрорайоне Патрокол. Братские отношения. Сегодня отмечается День единения народов России и Белоруссии. Аппетит хороший, как в Алексеевке выхаживают двух брошенных гималайских медвежат. И конкурс зазвучал, что играют участники музыкального Владивостока. Губернатор Приморского края Олег Кожемяка проинспектировал ход строительства школы в микрорайоне Патрокол. Для этой территории Владивостока новый образовательный объект имеет большое значение. Школа рассчитана на 1275 мест. И учиться в ней смогут дети со всего микрорайона. По плану школа 1 сентября этого года должна принять первых учеников. Глава региона поручил ускорить строительство объекта и нарастить количество работников на стройплощадке. Сейчас здесь трудятся порядка 150 человек. Эту цифру подрядчик готов увеличить вдвое, чтобы гарантированно сдать школу в намеченные сроки. Сейчас наступают благоприятные времена, когда можно быстро завершить работы бетонной, можно сделать благоустройство, сконцентрироваться на отделке. Необходимо сейчас провести оплату и по вентиляции, по обустройству бассейна, по школьному оборудованию. Надеюсь, что в апреле эти вопросы будут решены. Сегодня отмечается День единения народов России и Белоруссии. Договоры об образовании союзного государства наши страны подписали 25 лет назад. Сотрудничество с Белоруссией имеет огромное значение и для отдельно взятого Приморского края. Когда-то входили в один многонациональный Советский Союз. Сегодня две самостоятельные суверенные страны. Несмотря на это, многовековая дружба не рушится, а связи с каждым годом становятся только крепче. На пространстве от Бреста до Владивостока существует одно отечество, но два государства. И мы, все живущие по обе стороны символической границы, твердо в этом убеждены. За последние годы товарооборот с бывшей братской республикой вырос в шесть раз. Приморец с радостью принимает белорусские товары и интегрирует их на российский рынок. Уже сложно представить работу дальневосточных предприятий без белорусской техники. Мощный комбайн и гомсельмаша обрабатывают землю на приморских сельхосугодиях. У нас уже налажено взаимодействие непосредственно с Рогачевским молочным комбинатом и поставки сгущенного молока. Туровский молочный комбинат перерабатывающий, где тоже продукция представлена. Наверное, лидер будет в поставках и по объему, и по денежным средствам. Это бомсельмаш, комбайны по лесу, которые хорошо зарекомендовали в предыдущие годы на Дальнем Востоке. Сейчас это очень перспективное направление с некоторой модернизацией для климатических условий Приморского края. Главы государств обещают уделить внимание и транспортной логистике. Ведь именно через Приморье проходят главные поставки китайской продукции в белорусские города. Уже не раз шла речь о строительстве российско-белорусского порта. Тогда отношения между Приморьем и Белоруссией станут еще теснее. Дальним Востоком мы всегда готовы развивать сотрудничество. Конечно, расстояние накладывают определенные отпечатки, даже не расстояние, а загруженность сегодня железных дорог, которые сегодня имеются в том направлении Байкала-Амурской, других в восточном направлении. И поскольку центр все-таки тяжести экономики России и Белоруссии сместился сегодня на Восток, и вы как никогда востребованы, это хорошо. Впереди еще много больших и грандиозных проектов. В надежности своего партнера Приморья уверена. Ведь как бы политика не вмешивалась в судьбы целых народов, Россия не знает, что рядом есть Беларусь, которая всегда поставит свое дружеское плечо. А Дали Кульматова – панорама. У жителей Приморья осталось меньше месяца, чтобы проголосовать за благоустройство общественных пространств на платформе загородсреда.ру. Голосование завершится 30 апреля, и в некоторых муниципалитетах люди уже определились, какие объекты нуждаются в благоустройстве в первую очередь. Большой камень никак не назовешь запущенным. Почти все улицы по-весеннему подчищены, нигде нет мусора и беспорядка. Может, немного не хватает ярких красок. На голосовании по проектам благоустройства сейчас выставлены три объекта. Сквер Победы у дома на улице Карла Маркса, 4А – это место молодоженов. Здесь расположен городской ЗАГС. Я здесь замуж ушла и ляльку регистрировала. Деревья можно посадить, какие-нибудь декоративные маленькие. Цветы тоже можно. Это только начало. Можно еще и дальше, и дальше что-нибудь соображать. За сквер Победы пока проголосовали 2154 человека. Остальные два объекта по своему типу похожи на первый. Все три вдоль главной улицы. Все три выходят на проезжую часть. За сквер по той же улице Карла Маркса, но возле дома номер 7, пока проголосовали 1619 человек. Здесь отбита плитка, не хватает новых насаждений. Стоит отметить, что голосуя за каждый объект, можно выбрать дизайн-проект. Да не против, чтобы красота была. Ну, смотрите, вот это вот восстановили, да? А вы вечером пройдите, ни один фонарь не горит. Хотя они такие все красивые. Ну и, конечно, детвору надо воспитывать. Которые скамейки рисуют, ломают все. А так все за, чтобы было красиво. За третий объект для голосования, выставленный на благоустройство, отдали свой голос 810 человек. По хорошему, конечно, Большому камню стоило бы провести реконструкцию всех трех скверов, за которые сейчас голосуют жители. Но вот этот, возле дома номер 31 по улице Карла Маркса, пожалуй, меньше всего требует ремонта. Объект, который в конце концов выберут жители Большого камня, по нацпроекту формирование комфортной городской среды приведут в порядок в 2025-м. Ирина Трофимова, Руслан Мартынычев, Панорама. В лабораторию вирусных и опасных инфекций доставили клеща. Это уже не первый случай укуса в Приморье. Клещ впился в мужчину в районе бухты Лазурная. Пострадавший сразу привез насекомое на анализ, который провели в три этапа. Сначала обработали спиртом, потом размельчили, а затем выделили из суспензии ДНК, благодаря которому можно понять, является ли клещ переносчиком инфекции энцефалита. Напомним, в этом году сезон клещей начался 20 марта. С потеплением их активность будет возрастать. В случае укуса эпидемиологи рекомендуют приносить целого клеща на анализ не позднее, чем через три дня после укуса. Его необходимо поместить в небольшую емкость с кусочком влажной ваты и принести в лабораторию. Если голова или хоботок клеща остались в теле, то надо сдать кровь на анализ, чтобы убедиться, что насекомое не является переносчиком опасных инфекций. Школе номер 26 в поселке Левадия исполнилось 50 лет. Полувековой юбилей учреждения стал настоящим праздником для всего поселка. Ведь это единственная в Левадии школа, и подавляющее число коренных местных жителей получили образование именно в ней. В 1969 году группа учащихся нашей школы под руководством Калякиной Валентины Михайловны и Ванюшиной Марии Матвеевны поехали по ленинским местам. У них возникла идея пойти в Министерство рыбной промышленности с просьбой походотайствовать о строительстве новой школы в нашем поселке. Просьба ребят была удовлетворена. Школу построили за три года, а и вот уже полвека в ней не смолкают детские голоса. Единственная школа в поселке – это его душа. Что бы ни происходило в Левадии, все происходит при участии педагогов и учеников 26-й школы. Это родной дом для большинства жителей, ведь здесь учились одни сами, а потом их дети и даже внуки. Именно поэтому поздравить школу с золотым юбилеем, несмотря на рабочий день, собралось так много гостей. Сердечно поздравляем вас с юбилеем, 50-летним. Школа – это светлое и доброе, это все родное, знакомое, это то, что объединяет поколения. Ученикам, конечно же, успехов, легкой учебы, чтобы учителя были покладистые, но вы сильно тоже не баловались. Учителям, молодым, особенно терпение, потому что наше молодое подрастающее поколение – это наше будущее. Это и поселки, и нашего города, и нашего Туриморского края, и всей нашей любимой Родины. В адрес школы прозвучало немало теплых слов. Коллектив получил заслуженные награды, цветы и подарки, а ученики поздравили родную школу творческими номерами. Ирина Трофимова, Ольга Чернышова, Панорама. Аппетит хороший, как в Алексеевке выхаживают двух брошенных гималайских медвежат. Конкурс зазвучал, что играют участники музыкального Владивостока. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Хороший аппетит – первый признак выздоровления. В Центре реабилитации диких животных в Алексеевке идут на поправку брошенные детеныши гималайского медведя. Всего медвежат двое, но привезли их из разных районов Приморского края. Накормить гималайского медвежонка – задача непростая, непоседливый, любопытный, задиристый. От ароматной каши вначале воротит нос, но в неравном бою аппетита и характера побеждает, конечно, первый. Есть-то хочется. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Утонченные растопыренные коготочки, строптивый нрав – это уже девочка. Впрочем, ее долго уговаривать не приходится. Козье молоко уплетает с удовольствием. Первой в Центр реабилитации диких животных тигр поступила девочка. Ее доставили из Дальнереченска. Второго медвежонка подбросили, как обычно, оставили коробку перед дверьми. Оба попали к волонтерам голодными, напуганными, но круглосуточная забота дает свои плоды. Вес растет буквально по часам. Три шестьсот шестьдесят. А поступил два восемьсот. Волонтеры Ольга и Елена заменили медвежатам мам. Что случилось с мамами настоящими и почему они оставили своих малышей, точно неизвестно. Может, какое-то браконьерство. Может, просто по каким-то причинам медведица ее кто-то напугал. Может, лесорубы, где идет лесозаготовки. Может, сушина, дерево упало, она испугалась, проснулась, выскочила. А у медведей они же рожают, грубо говоря, во сне. У них нет еще монтиринского инстинкта. Поэтому медведица не возвращается за медвежатами. В таком вот именно возрасте маленьком. Косолапыми лапками буквально по пятам. Это врожденная реакция следования, которую малыши проявляют после выхода из берлоги. К прогулкам на свежем воздухе медвежат начали приучать недавно. Игровая площадка ясельной группе пришлась по душе. К слову, всего с 2016 года волонтерам реабилитационного центра «Тигра» удалось спасти 56 гималайских и 5 бурых медведей. В прошлом году медведи к нам поступали вообще там слепыми еще. То есть в этом году хоть они уже в возрасте примерно около месяца к нам поступили. С ними немножко попроще работать, чем совсем с мелкими. Но пока еще сезон идет. Может, еще это не последние. После активной прогулки усталая зевота вместо соски палец и на бочок. Спустя несколько минут мохнатые непоседы засыпают. Медвежата останутся в центре «Тигр» до тех пор, пока не окрепнут. А впереди их ждут завораживающий лес и целая жизнь. Гулял Хасова, Панорама. В эти минуты в Краевом театре молодежи продолжается конкурс чтецов «Живая классика». Школьники из разных муниципалитетов Приморья на свой выбор декламируют 4-х минутные отрывки из известных литературных произведений. Первые выступления оценила и наш корреспондент Арина Дутова. А вот если взять губы, Никонор Ивановича, да приставить к носу Ивана Кузьмича, да при этом добавить какой-то развязности, какая у вас заработка, да при этом дородности, какая у Ивана Павловича, Ивана Павловича, да когда бы я сразу решилась, а теперь пойди подумай, у меня, если честно, уже голова стала болеть. Для Елизаветы Солер принимать участие в конкурсе «Живая классика» уже традиция. Первый раз она прочитала произведения на публику, еще будучи в пятом классе, а сегодня девушка в одиннадцатом. И снова она перед зрителями и жюри. На этот раз для выступления Елизавета выбрала монолог Агафьи Тихоновны из пьесы Николая Гоголя «Женитьба». Мне понравилась героиня, она по-детски наивна, при этом она взрослая, импульсивная, и что-то в ней я нашла в самой себе. Это мне близко. Всего в театре молодежи сегодня собралось 69 школьников из находки Арсеньева, Уссурийска, Дальнегорска и других муниципалитетов края, чтобы побороться за звание лучшего чтеца Приморья. Участники конкурса за 4 минуты должны наизусть и с выражением прочитать прозу, которую они выбрали самостоятельно. И, конечно же, передать свои эмоции зрителю и жюри. Литература позволяет подготовить правильное изложение своей мысли и в написании, и в тексте, и в словах. Очень важный конкурс для детей особенно, потому что они смогут познакомиться с кругом общения и с той же направленности. Уш потянулся, закурил сигару и сел душу. Жена села и замокла. Оба были счастья. Почему я вас не уважаю? Я вас не уважаю. Ведь если бы уважала, не говорила бы не стыдясь. На другой день побежала в 4 часа к окошку, вижу, ждет. Я скорчила самую безобразную рожу, высунула язык, повернула спиной и ушла. По итогам конкурса жюри выберут трех победителей. И главный приз для них будет поездка в Международный детский центр «Артек», где пройдет масштабный всероссийский финал конкурса для чтецов со всей России. Арина Дутова, Руслан Мартынычев, «Панорама». Конкурс «Музыкальный Владивосток», который проходит один раз в два года, сейчас в самом разгаре. Ни у одного музыкального конкурса в России нет такого широкого географического охвата участников. На открытии побывала Ольга Сомкина. Во всех кабинетах, во всех коридорах, в каждом уголке Института искусств сегодня звучит музыка. Несмотря на такую плотность играющих, друг другу они не мешают. Это участники международного конкурса «Музыкальный Владивосток» не упускает ни минуты, чтобы разыгрываться перед выступлением. 13-й международный собрал самых талантливых, кто готов заявить о себе в молодежной столице России. Само название 13-й международный конкурс молодых музыкантов-исполнителей, он сам говорит сам за себя. Потому что конкурс у нас – конкурс молодых. Конкурс «Музыкальный Владивосток» во многом уникален. Здесь сразу четыре возрастные группы. От школьников до учащихся консерваторий. Скрипачки Ксении Волкорезовой из Новосибирска всего семь лет. Разные номинации – фортепиано, скрипка, исполнители на духовых, народных инструментах, вокалисты. Пожалуй, ни один конкурс в стране не может похвастаться такой географией участников. Сахалин, Хабаровск, Камчатка, даже из Анадыря музыканты. Очень много китайцев. Говорят, в этом году они составят серьезную конкуренцию, особенно нашим духовикам. Впрочем, в каждой группе будет борьба, уверен преподаватель Высшей школы музыки Республики Саха-Якутия Сергей Лебедев. 20 лет назад он сам стал лауреатом музыкального Владивостока. Уже в четвертый раз привозит своих учеников. В этом году приехали целой командой, настроены серьезно. Мы очень планомерно, очень серьезно готовимся к этому конкурсу. Поэтому, конечно, для нас этот конкурс имеет большое значение. Потому что именно после того, как наши учащиеся становятся лауреатом этого конкурса, они потом очень легко поступают и в ведущие консерватории страны. Решать судьбу молодых будут выдающиеся музыканты, педагоги, ведущие консерватории. Так, исполнитель с мировым именем Евгений Финкельштейн уже не в первый раз возглавит жюри гитаристов. И Владивосток, и эта сцена, этот конкурс уже стали такими родными. И члены жюри, это уже такая, это прямо семья. Конкурс – это не только состязание, это большой праздник музыки. Его открывали торжественно. Зал не мог вместить всех участников, и за происходящим многие следили в фойе. После жеребьевки сразу концерт членов жюри. Он задал высокую планку всему уровню этого события. Конкурс «Музыкальный Владивосток» официально открыт. Во вторник утром начинаются конкурсные прослушивания. Они пройдут на трех площадках. В залах Дальневосточного государственного института искусств, Приморская сцена Мариинского театра, Пушкинского театра. Прослушивания проходят в свободном формате. Это значит, любой желающий может услышать выступления талантливых молодых музыкантов. Конкурс продлится неделю. 8 апреля будут названы имена лауреатов. Ольга Сумкина, Екатерина Таланова, Панорама. Пока это все новости. Напомню, что ОТВ теперь можно смотреть не только по телевизору, но и в социальных сетях. QR-код вещания в телеграм-канале на ваших экранах. Панорама следит за развитием событий. До встречи в эфире. Пропустили выпуск новостей? Подпишитесь на страницы ОТВ в социальных сетях. Смотрите, читайте, комментируйте. Общественное телевидение «Приморья» в каждом мобильном телефоне. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова